Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новость РФЦНЕП» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске «Физика взрыва-2018». В Сарове прошел межотраслевой семинар «Незримый атлант страны». В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Ефима Павла Вячеславского. С 23 по 24 октября в Сарове прошел межотраслевой семинар «Физика взрыва-2018». В этом году главной темой докладов стали динамические свойства веществ в экстремальных состояниях. Семинар объединил специалистов этой отрасли из Сарова, Черноголовки, Снежинска, Новосибирска и Москвы. Представить новые результаты работ, поделиться опытом, познакомиться и пообщаться. В стенах Дома ученых собрались лучшие умы в области физики и газодинамики. Помимо основной программы, включавшей научно-исторические доклады, состоялось традиционное корпоративное гашение конвертов с маркой с изображением основоположника атомной отрасли Игоря Васильевича Курчатова и общее памятное фото убийства Юлия Борисовича Харитона. Еще одна добрая традиция семинара. Мы для того, чтобы наша молодежь не забывала, вот эти отцов-основатели в свое время организовали вот эти достаточно регулярные мероприятия. Ну, во-первых, у нас раз за два года проходит международная конференция «Харитонские чтения. Экстремальное состояние вещества». А во-вторых, еще в промежутках мы устраиваем локальные семинары, посвященные той или иной тематике и, так скажем, научно-мемориальные семинары. То есть мы их посвящаем или отцам-основателям, или скорее тем, кто пришел во второй волне. На межотраслевой семинар «Физика взрыва» традиционно приезжают специалисты, научные сотрудники, начальники лабораторий тех предприятий, которые наиболее тесно сотрудничают с Институтом физики взрыва и с Ядерным центром ВНЕФ в целом. Институт проблем химической физики. Это Черноголовка под Москвой. Институт проблем химической физики основан Николаем Николаевичем Семеновым. Это отцом российской школы физики взрыва. Дальше институт гидродинамики имени Лаврентьева, сибирского отделения. Эти гости тоже несколько человек есть. Ну и в НИТФ. Наши коллеги, уральские коллеги, с которыми мы говорим на одном языке. Институт проблем химической физики Российской академии наук сотрудничает с Ядерным центром уже 40 лет. И Виктор Грязнов – частый гость нашего города. Он регулярно выступает с докладами перед коллегами. Участие в подобных мероприятиях для него – ценный опыт. Я думаю, что они неценимы, вот эти вот семинары, потому что здесь собирается круг людей, которые занимаются этими вещами. И обмен мнениями, обмен последними результатами, он, конечно, без него просто нельзя обойтись. Межотраслевой газодинамический семинар проходит каждые два года уже в течение полувека. По сложившейся традиции, каждый раз его посвящают памяти выдающихся ученых газодинамиков, сотрудников градообразующего предприятия. На чьи плечи была возложена ответственная задача – создать такие методы исследований, которые позволят обеспечить эффективность и надежность ядерного оружия. Материалы в экстремальных условиях исследуются, так, по-настоящему в экстремальных, динамическими методами. Динамическими, то есть взрывными. А эти динамические методы, школа динамических методов исследования вещества в экстремальных состояниях, советская школа, она родилась в стенах нашего института, в стенах нашего ядерного центра. В этом году межотраслевой семинар посвятили памяти целого ряда титулованных сотрудников Института физики взрыва. Среди них – кавалер орденов Ленина, герой социалистического труда, лауреат и государственных премий СССР. Валерий Герман проработал в ядерном центре вне в почти 50 лет. И всех этих выдающихся ученых знал лично. Юрий Михайлович Стяшкин, когда я пришел в СЕКЛА, в отдел Альшулера, известная личность, он тоже работал в этом отделе. То есть мы с ним долгое время работали в одном отделе. Иванов Анатолий Григорьевич, ну тут вообще слов нету, я считаю, что это корифей нашего института. Он был замечательный специалист, Станислав Александрович Новиков, он был начальник отдела, который занимался вопросами прочности материалов в ударных волнах. Вообще вот эти вот все люди, про которые я говорю, они с одной стороны доброжелательные были, с другой стороны с небольшим юмором. Даже выйдя на пенсию, Валерий Герман не смог оставить любимое дело. И в этот раз вновь пришел в Дом ученых, чтобы принять участие в межотраслевом семинаре в качестве слушателя. Но уже не ради работы, а для удовольствия. Очень приятно встретиться со своими бывшими сотрудниками. Если вы обратили внимание, здесь много встречаются, группки разговаривают, но не виделись долго. Очень приятно общаться с нашими коллегами, коллегами в НЕФ и коллегами в Снежинске. Межотраслевой семинар объединил ведущих сотрудников ядерных центров и институтов, ветеранов и тех, кто только начинает свою деятельность в этой сфере. Молодых специалистов, студентов СОРВТИ. И тех, кто просто интересуется физикой и газодинамикой. Для молодежи это дает, вообще говоря, при общении к общим знаниям, они должны это знать. Во-вторых, и это может быть даже главное, общение. Ну а для наших ветеранов это ностальгия, пообщаться с нашими действующими сотрудниками, посмотреть, как мы живем. То есть, по-моему, для всех категорий есть интерес в этом. Межотраслевой семинар физика взрыва проходил два дня, 23 и 24 октября. За это время его участники успели заслушать и обсудить более 20 докладов. А для гостей города была организована и экскурсионная программа. Советский государственный деятель, трижды герой социалистического труда. Один из основателей и руководителей отечественной атомной промышленности и ядерной индустрии. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Ефима Павла Вячеславского. В честь легендарного атомного министра в музее ядерного оружия РФЦНЕВ прошел торжественный вечер. Сподвижники называли его Большой Ефим. Ефим Великий. Это соответствовало и его внешности, и его должности, и размаху дела, которым он руководил. При нем сложился особый стиль работы в атомной отрасли. Профессионализм, требовательность, высокая ответственность, творческая инициатива и преданность делу. Легендарный министр среднего машиностроения еще долго будет жить в памяти потомков. Минсредмаш, который создал и возглавил Ефим Павлович Славский, это государство в государстве. Оно обеспечило огромный комплекс работ по созданию ядерного оружия, по созданию атомной энергетики, по созданию мирного атома. Но и еще это горно-рудное производство различных самых, я бы сказал, дорогих материалов. Вечер памяти, который состоялся у музея ядерного оружия, еще раз доказал, что личность Ефима Павловича Славского интересна разным поколениям сравчан. Некоторые из пришедших помнят его на посту министра среднего машиностроения. Другие студенты и молодые специалисты знают о нем как об исторической личности, о человеке, внесшем значимый вклад в развитие отрасли. Именно Ефим Павлович заложил основы атомной промышленности, был одним из руководителей советского атомного проекта, обеспечившего стране ядерный щит. Наследство, которое осталось после него, это то, что еще до сих пор составляет основу госкорпорации «Росатом». Огромное количество предприятий, заводов, все те, которые были номерными, те, которые были составной частью Минсредмаша, они все отмечают день рождения Ефима Павла Вячеславского. Ефима Павла Вячеславского вспоминают не только как талантливого и волевого руководителя отрасли, но и как человека, который всегда заботился о людях. Сотрудники, работающие на удаленных секретных объектах, по его мнению, должны были быть обеспечены всем необходимым для жизни. И в Советском Союзе появились закрытые города со всей необходимой инфраструктурой. Было много сделано в области социальной сферы. Построены санатории, дома отдыха, ясли, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты. Это красивейшие города в России, которые существуют, десятка закрытых городов сейчас, и все, кто там бывал или бывает, они же понимают, насколько прекрасные, красивые города, выбирались места для этих городов. И поэтому, я бы так сказал, вклад Ефима Павловича Славского в жизнь нашей страны, он просто неоценим. Специальным гостем вечера стал член Союза писателей России, лауреат международных и всероссийских литературных премий Анатолий Калачев, который представил зрителям роман о Ефиме Павловиче Славском «Невозможное возможно». Это роман, который рассказывает о жизни и деятельности Ефима Павловича Славского, но вот в такой форме, которая действительно где-то имеет оттенки вот этого романа, когда там много лирики, там много рассказов о личной жизни Ефима Павловича, о любви, о семье и в то же время о сложных припятиях своей жизни и своей судьбы. Писатель рассказал о том, как велась работа над трехтомником, об уникальных архивных документах, о том, в каких тяжелейших условиях происходило становление легендарной личности, каким трудом доставалась его герою дорога в большую жизнь. Подправили его директором в 1940 году, а тут скорости война. Роман о жизни, о любви, о трудностях, быта и самоотверженной работе на благо Родины, о людях, с которыми довелось работать и дружить Славскому. Игорь Курчатов, коллеги называли его «борода», стал одним из тех, кто разглядел Ефима Павловича талантливого руководителя. Его «борода» забрал в спецкомитет, увидит бодрый человек и забрал в спецкомитет. Работа над трилогией началась несколько лет назад. В 2014 году вышел первый том, через год второй и в 2017 была издана заключительная часть произведения. Особенностью романа «Невозможно и возможно» стало то, что наряду с лирическими отступлениями автора в нем присутствуют достоверные исторические факты, подтвержденные архивными документами. Приводятся абсолютно достоверные документальные материалы, которые не переведены в какой-то лирический образ, потому что это действительно производственная часть или документальная часть. За 30 лет его руководство Минстре Дмашем построена мощная атомная промышленность. Подготовлены высоко квалифицированные рабочие, инженеры, конструкторы, ученые, построенные атомные электростанции. Ефим Павлович внес неоценимый вклад не только в становление и развитие отрасли, но обеспечил выполнение важных правительственных заданий по созданию ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. Это человек-легенда. У него 10 орденов Ленина. Он трижды герой, как вы уже знаете. 30 лет руководил Минатомом. То есть все наши изделия, которые сегодня стоят на вооружении России, прошли через этот период, когда он руководил Минатомом. Архивные фотографии, кадры, киносъемки. Зрители получили редкую возможность прикоснуться к истории и узнать уникальные факты биографии и деятельности легендарного человека, который сделал себя сам. Молодым он участвовал в Первой мировой войне. Воевал в коннице Буденова. Образование получил позже, уже в 30-летнем возрасте. Позже работал директором алюминиевого завода, заместителем наркома цветной металлургии. Мы рассказали много важной информации, показали много всего интересного. Мы очень обогатились информацией. И в целом было очень интересно все это смотреть. Судьба Ефима Павловича тесно связана с историей страны. На вечере присутствовали студенты образовательных учреждений нашего города. Преподаватели вместе со своими учениками внимательно слушали докладчиков и всматривались в архивные кадры полувековой давности. Я пришел сюда со студентами, которые обучаются на специальность оператора станков с ЧПУ. И для них среднее машиностроение, по сути, откуда наше учебное учреждение и взялось, очень является актуальной эта тема. Поскольку мы, как образовательное учреждение, должны учить примерами. И примеры таких выдающихся личностей, как Славский, здесь очень актуальны. Ефим Павлович ушел на заслуженный отдых 88 лет. Это еще полная энергия и планов. Всего лишь шести месяцев не хватило ему до юбилейной даты, 30-летия на посту министра среднего машиностроения. Ни один министр в стране, да, пожалуй, и в мире не уходил в отставку в таком преклонном возрасте. Никому из них в Союзе уж точно не довелось возглавлять министерство в течение стольких лет. Те, кто вместе с Большим Ефимом работал бок о бок, говорили о нем, как о непохожем ни на кого человеке, чей образ и чья роль в истории страны вызывает огромное восхищение и уважение. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин